Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжим знакомиться с комментариями айтишника Евгения. И в сегодняшнем видео мы узнаем, как долго Евгений сотрудничал с Романом Василенко, а также на что Роман Василенко потратил привлеченные средства. Евгению задали вопрос, как долго он участвует в проектах Романа Василенко. Я сидел вместе с Василенко, и он рисовал передо мной картинку, как будет выглядеть логотип Life is Good, и как будет выглядеть логотип Vista. Ну, я сидел как технар, и говорил, ну, да, окей, красиво, да, окей, окей, окей. То есть он рисовал и говорил, вот, супер, вот так давай сделаем. Вот, то, что он нарисовал, я потом передал дизайнеру, и как бы все это и реализовалось. Это было в 2013 году. Итак, по словам Евгения, он участвовал в разработке проектов Романа Василенко буквально с самого начала. Даже помогал разрабатывать логотипы, и по его словам, это был 2013 год. То есть, по всей видимости, в 2013 году велась подготовительная работа, а в 2014 году уже состоялся запуск. Евгению задали вопрос, есть ли шанс получить от Романа Василенко возврат средств. Вы можете лично встретиться с Василенко, если его найдете где-нибудь в Лондоне, у какого-нибудь бунгало, там, я не знаю, в пабе каком-нибудь, поговорить, договориться, и он вам выдаст эти деньги. Да, так возможно. А так, в другом случае, просто нужно ждать решения суда, после ареста его имущества будет все распределено, разделено, продано, и превращено в денежный эквивалент, и переведено пострадавшим. Ну, это как вот мне сказали, как я вижу. Что касается имущества Романа Василенко в России, в принципе, оно действительно может быть конфисковано, и из этих средств инвесторам может быть выплачена компенсация. Но что касается средств и имущества, находящегося за рубежом, то здесь у меня большие сомнения, потому что решения российского суда не распространяются, соответственно, на Великобританию. И, учитывая текущую ситуацию между Россией и Западом в целом, я сильно сомневаюсь, что британские власти захотят кому-то выплачивать какие-то компенсации. Следующий комментарий такой. Роман все продумал с самого начала. Он выйдет чистым, пострадают пешки. Уж поверьте, я тоже пострадал, достаточно очень сильно пострадал в этой ситуации. И я не оставлю это так. И он пострадает тоже. У меня есть инструменты, ресурсы, которые позволят ему тоже пострадать. И пострадает он очень сильно. И я думаю, что если другие люди тоже не будут покладать руки и что-то делать, то этому человеку просто, ну, грубо говоря, если так русским языком изъясняться, совесть не позволит так дальше жить. Он начнет просто отдавать деньги. Если вы помните комментарии Евгения в предыдущих видео о том, что на счетах Виста много денег, по его мнению. И вот на его комментарии ответили, о каких счетах Виста идет речь. Много денег, которые передавали консультантам, а в кабинете рисовалась внутрянка. Вот что отвечает Евгений. Смотрите, до середины 2021 года, как бы проблем не было, был банковский счет, деньги переводились, заводились и выводились. После того, как начались проблемы, началась проблема с выводом и сводом. То есть тут пошла в тему внутрянка, да? Внутрянка что в нашем понимании? Это передаются деньги наличкой и заводится. Плюс еще биржи. Биржи это биржи измайловская. Измайлова биржи, вы, наверное, знаете, такого, который... Измайлов сейчас сидит в СИЗО. Измайлов, который держал вот эту биржу. Вот, поэтому, по моим данным техническим, да, внутрянка очень сильно пользовалась спросом. То есть люди пользовались этим. То есть, когда привлекая, видимо, клиента, клиент передавал некую наличность, консультант открывал счет ему, активировал его и так далее. То есть все это шло неофициально, якобы, ну, по сути дела, да, наличка была на руках у консультанта, консультант, у клиента был счет. То есть, как бы все довольны, но в то же время сама операция была не подтверждена никакими документами. Поэтому это нарушение определенных рамок сделок, сделки, ну и последующие последствия в связи с этим, если это переходит в суд. Евгений говорит, что до середины 21 года все работало нормально. Был банковский счет и так далее. Но хочу внести кое-какие пояснения. Дело в том, что Евгений в одном из комментариев говорит, что он никогда не пользовался счетом Виста. Это было запрещено всем сотрудникам IT-отдела. Не знаю почему. То есть фактически, несмотря на то, что он в компании Life is Good практически с самого начала, сам он все эти годы счетом Виста не пользовался. И поэтому он каких-то нюансов может не знать. Так вот, проблемы с выводом в России появились уже осенью 2020 года. Вот это скриншот, датированный как раз тем периодом. Это, по-моему, октябрь месяц. Уважаемые клиенты вынуждены сообщить, что период при остановке обработки заявок на перевод средств на банковские карты и мобильные операторы по техническим причинам продлен до 15 ноября. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вначале объявлялась дата 15 октября, потом ее продлили 15 ноября, потом 15 декабря и так далее. Переносили несколько раз. Поэтому проблемы с выводом в России начались еще в 2020 году, но за границей, насколько я знаю, в принципе, вывод еще продолжал работать. По крайней мере, в Германии я знаю человека, который продолжал на карту выводить и в 2020, и в 2021 году. Следующий вопрос к Евгению. А Василенко не может вывести деньги? А если не может, то кто может? Правоохранительные органы? Мне, к сожалению, печально об этом говорить, но судя по тому, что я знаю, деньги уже были давно выведены все, и на эти деньги были куплены активы, в том числе недвижимые и так далее. Поэтому тут нужно тщательно разбираться в этом вопросе. И этим вопросом сейчас разбираются правоохранительные органы. Уже разбираются. Это будет продолжаться достаточно большое время, и поэтому компания не откроется, сайты не заработают, Василенко через какое-то время будет арестован, его имущество будет тоже арестовано, все, кто все, что на него и на его родственников оформлено, тоже будет арестовано, то есть вот у меня такая информация. все, что за рубежом, это немножко дольше будет длиться, все, что здесь, это быстро произойдет. Итак, Евгений говорит, что сайты не будут восстановлены, а вы можете спросить, а как же сейчас на сайтах висит информация о том, что якобы в течение 30-40 дней они все-таки будут восстановлены, кому же верить? Ну, во-первых, давайте учитывать, что Евгений это руководитель отдела айтишников, который на протяжении по сути 8 лет отвечал за инфраструктуру Life is Good, то есть он знает, о чем он говорит. Скорее всего, когда он говорит, что сайты не будут восстановлены, он имеет в виду в том прежнем виде, в котором они были, потому что буквально в самом первом видео, как вы помните, я поднимал вопрос о тех самых базах данных. Если у тебя есть наличие актуальная свежая база данных, то восстановить сайт в принципе несложно. Но вот если этой базы нет, каким образом ты можешь восстановить, например, транзакции на тысячах счетах Vista за 8 лет или все операции MLM-структуры Life is Good за 8 лет, ну, я вот не знаю, как это можно сделать. Евгений считает, что сайты не будут восстановлены в том смысле, что они не вернутся к своему прежнему виду. Если Роман Василенко и айтишники, которых он нанял, хотят сделать какие-то новые сайты, ну, хорошо, пусть делают. Только опять-таки возникает вопрос, если вы на такой сайт зайдете, а увидите ли вы ваши старые операции, потому что если нет баз данных, в которых все это записано, откуда возьмутся все вот эти записи. Следующий вопрос, на что Роман Василенко потратил привлеченные средства? Если взять Быствей и Гермес, то там получается порядка 4,5 миллиардов рублей. Чистую сумму я не могу сказать, но то, что куплено за полтора миллиарда рублей коммерческая недвижимость плюс жила в центре Москвы в одном здании плюс два торговых центра в Лондоне плюс огромнейший дом с тремя гаражами премиум машин это ну и то и то еще не до конца вся информация то есть я думаю это те деньги которые выявили то есть если бы это был чистый доход его это нельзя было бы достичь то есть ну максимум он бы имел ну хороший большой красивый дом и красивую машину но то, что у него сейчас это просто он брал эти деньги и ваши деньги которые должны были идти в инвестиции либо на покупку квартир они шли напрямую ему в карман в руки то есть он пользовался ими то есть это то что я понимаю то что я ощутил то есть после того как мне прочистили мозг в правоохранительных органах я две недели сидел в ГСУ то есть мне показывали рассказывали кто он что он то есть я об этом человеке оказывается ничего не знал вот здесь важный момент Евгений на протяжении двух недель изучал информацию в главном следственном управлении ГСУ которую ему предоставили и когда он увидел те цифры те суммы которые фигурируют в документациях он уже совершенно по-новому посмотрел на романа Виктора Василенко мне рассказали вот прям напрямую кто это это самый настоящий аферист мошенник самый хитрый и очень ну он будет улыбаться обниматься называть тебя чуть ли не родным человеком и в то же время за твоей спиной будет делать то что нужно только ему когда произошла блокировка сайтов и на сайтах появился призыв обращаться в правоохранительные органы как мы помним сам Роман Василенко охарактеризовал это как предательство со стороны Евгения и для нас для большинства может быть это выглядит как такое сиюминутное решение ну вот два человека вместе на протяжении лет сотрудничали взаимодействовали и все было нормально а потом раз и одному человеку что-то там в голову взбрело и он решил второго предать но со стороны выглядит так но видите сам Евгений говорит что по сути его поступок это результат того что на протяжении двух недель изучал документацию и ему собственно открылась вторая сторона Романа Василенко благодаря которой он совершил то что он совершил в телеграме есть канал под названием Life is Good World на него подписано 2902 человека и в целом данный канал публикует в основном позитивные такие материалы относительно Life is Good Гермес и Бествейн например в закрепленном сообщении висит сообщение президент холдинга Роман Василенко о проверке кооператива прокуратурой ЦБ налоговой АБЭПом нарушений нет Life is Good ну и тут идут новости еще за декабрь о переводе на банковскую карту говорится тут о блокировке сайта кооператива и так далее ну вы сами можете пролистать и посмотреть вот мартовские сообщения уважаемые клиенты и партнеры инвестиционной компании Гермес на данный момент существует техническая проблема с отображением доходности это еще сообщение от 1 марта потом про 2 марта 4 марта и вот как раз это сообщение которое наверное вы уже видели экстренное сообщение от директоров компании для каждого участника Life is Good пришло время донести до вас актуальную информацию по ситуации с отсутствием доступа к нашим сайтам все наши сервера на которых находили все наши сайты Bestway Гермес Life is Good изъяли правоохранительные органы то есть это полностью согласуется со словами Евгения это не взлом никакой не хайкерская атака это именно действие правоохранительных органов ну я пролистаю дальше опять же здесь идут идет от 5 марта сообщение так сказать что конкретно делается а вот теперь давайте посмотрим сообщение от 7 марта я его прочитаю полностью дорогие друзья коллеги и партнеры мы с вами прошли долгий путь с 2014 года мы вместе шли рука об руку присоединяли новых клиентов и погружали их в прекрасную жизнь покупая квартиры и получая доход с наших счетов наша компания развивалась огромными шагами мы проводили тысячи презентаций сотни РБС где рассказывали и показывали людям как можно жить счастливо мы жили как одна семья Роман Василенко собирал нас проводил мастерские обучения с которых мы выходили воодушевленные и окрыленные на новые подвиги мы переводили деньги в гермес по инвойсам и у нас была лицензия и мы жили спокойно ну были такие времена подтверждаю когда еще по инвойсам можно было заводить деньги были незначительные нападки от хейтеров которые мы с легкостью преодолевали укрепляясь при этом вере в компанию и нивелируя неровности в компании я всегда был открыт и честен со своими партнерами и клиентами я говорил им всю правду они верили мне я верил вышестоящим верил директорам верил Роману Василенко на протяжении всего времени пока не наступил четвертый квартал 21 и 22 год я пытался передавать информацию которую мы получали максимально уверенно чтобы моя уверенность передавалась клиентам я говорил что наш президент смелый патриот который за нас встанет грудью я передавал его слова о том что ворнинг лист то есть черный список на сайте центрального банка это недоразумение которое закончится через две недели я говорил что блокировка сайта кооператива это из-за зависти банков я говорил что нет никакого уголовного дела я говорил что арестованные люди не имеют к нашей компании никакого отношения хотя я сам находился в обменнике измайлова я старался верить сам во все это и передавать другим мне как админу канала пришлось иметь общение с сотрудниками правоохранительных органов которые подтвердили мои внутренние сомнения и рассказали что всех нас может ожидать рассказали что руководитель системного отдела компании Евгений Набойченко здесь как раз мы узнали фамилию айтишника Евгения Евгений Набойченко это действительно он они как писали в наших чатах нашли какого-то алкаша это он администрирует наш канал на ютубе и все наши сайты отключены именно им по указанию следственных органов рассказали что нет никакой модернизации серверов и сайтов о которых мы так же врали клиентам рассказали что сайты никто не будет запускать показали что криптовывод который недавно был организован производился за счет тех кого мы привлекали последние пару месяцев мне их очень жаль они верили нам а мы их обманули мы все старались верить Василенко а он на всех нас обманул он уехал за границу бросил директоров ладно директоров он бросил простых людей пайщиков которых мы пригласили по его системе а им сейчас платить нечем за кредит который они взяли мама с детьми почти плачет нет денег все дальше продолжать верить нашим магистрам я не хочу и не буду у Романа Василенко настолько выросла корона что он забыл об истинной цели которой мы шли в начале и заставил забыть нас что делать сейчас это решит только время и следствие по уголовному делу но отвечать за идею Романа Василенко которую реализовывали я и другие консультанты я не буду как помочь тем кто в такое тяжелое время находится в кредите который отнесли в Гермес единственный выход брать каникулы договариваться с банком оформлять банкротство физического лица спасибо всем за время и сотрудничество я многому научился в Life is Good девиз хороший Life is Good пусть так и будет ну во-первых автору и админу данного канала хотелось бы узнать как его все-таки зовут потому что как бы он пишет я-я-я но его имя здесь не фигурирует я не знаю может быть подписчики данного канала так хорошо его знают что им даже упоминание имени не нужно ну ладно я просто хочу что сказать что админ данного канала как видите до последнего старался позитивно относиться к компании Life is Good и ко всем проектам Романа Василенко успокаивать и партнеров и клиентов и так далее да но еще раз повторю вот эту фразу мне как админу канала пришлось иметь общение с сотрудниками правоохранительных органов которые подтвердили мои внутренние сомнения и рассказали что всех нас может ожидать то есть по сути скорее всего ему тоже предоставили аргументы и факты которые он рассмотрел и увидел что не так все благополучно как вещает там Роман Василенко и его приближенные да получается что как айтишник Евгений который провел две недели в ГСУ в главном следственном управлении рассмотрел документы и можно сказать прозрел так и админ данного канала в какой-то момент после рассмотрения предоставленных фактов похоже что ему тоже пришлось прозреть в следующих видео я продолжу и дальше обсуждать комментарии айтишника Евгения Набойченко мы знаем теперь его фамилию следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить добавляйтесь в наш телеграм-чат с вами на связи был Андрей Жариков всего доброго Глобал Стар Клаб возможности безграничны до сих пор 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 Продолжение следует...